Эй, Питер, просто думал, что я проверялся на тебя. О, мой Бог! В ТикТоке и других соцсетях. Люди пьют новый молочный коктейль из Макдональдса, так называемый коктейль Гримаса, после чего происходит резкая склейка, и вот они уже лежат без сознания где-нибудь в подворотне, в лесу или еще черт пойми где, облеванные фиолетовой жидкостью. Похоже на кодеиновый передоз, но нет. Иногда в кадр попадает огромный пушистый монстр, тот самый Гримас, который, судя по всему, охотится на поглощающих его напиток бедолаг. Но кто такой Гримас вообще, и почему он внезапно стал героем Хорда? Я вот уже ни разу не видела никогда. Но второй вопрос ответить, пожалуй, проще, просто потому что интернету не нужны особые причины, чтобы сделать безобидного маскота Макдональдса героем серии жутких видосов. Слушай, а кто он вообще такой? Он как выходит на фиолетовую картошку. Похоже на тебе пузико. Нет, потому что он фиолетовый? Сразу состаются с тенки-винки? Ну, по форме еще как будто похоже даже. Ну, мне кажется, как картофель она какая-то. Сразу, знаешь, из Беларуси сразу похоже на картошку. Все началось с того, что сеть быстрого питания запустила рекламную кампанию в честь 51-го дня рождения одного из своих старых персонажей, собственно, Гримаса. Один из элементов акции нитерной. Это нож был, да. Виолетовый молочный коктейль со вкусом ягод, который тиктокер под ником TheFrasmas решил попробовать на видео, после чего... умер. Такой тренд подхватили все, кому не лень, и вот теперь имя Гримаса навсегда связано в интернет-культуре с лежащими в самых невероятных... Кто-то один придумал, причем, смотри, это были работники Макдональдса. Они же сами все такие тиктоки снимают. ...купами в фиолетовой жиже. А ведь когда-то милый пурпурный монстрик был одним из главных символов Макдака. Появлялся в мультфильмах компании от создателей ухушетих деток и даже тусовался с Дональдом Трампом. В этом видео мы поведаем об истории Гримаса, а заодно и других, не менее чудаковатых, богом забытых жителей вкусноточка Лянди. Маркетологи Макдака еще в 60-х смехнули, что их жирный фастфуд можно успешно скармливать самой незащищенной целевой аудиторией, детям. Так что в 60-х они начали снимать отдельные рекламные ролики с чокнутым клоуном Рональдом Макдональдом. Блин, он так пугает. Хороший был другой. На рестарте он выглядел именно так, и сюжеты ролика всего участия, возможно, в свое время Стивена Кинга. Да, да. Он пугающий. Это пиздец. Вообще жесть какая-то. До Рональда главным маскотом ресторана был очеловеченный бургер Спиди. Красноносовый сельчак же вместе с агрессивной рекламой появился только после того, как братья Макдональды, по сути, потеряли свой бизнес, продав все права предпринимателю Раю Кроху. Мы этот фильм смотрели. Который превратил Макдональдс во всемирную фастфудную сеть, сделав упор в рекламе на детишек. Нет, этот фильм документальный. Мы смотрели фильм, как это называлось, «Основатель», по-моему. Там, где как раз-таки вот про историю, по мотивам создана, вот про этого Рея, который, ну, считай, отжал франшизу у братушек. В 70-х компания захотела пойти в этом дальше. Было решено показывать в рекламных паузах между мультиками по телевизору короткие сюжеты о колоритной и сюрреалистичной стране Макдональд-Лэнд и ее жителях. Эдакой фабрике Вилли Вонки от мира фастфуда, где на деревьях растут яблочные пироги, картошку фри можно собирать с кустов, с гор текут молочные коктейли, а гамбургеры созревают прямо на грядке. Почем там дачные участки, интересно? А еще в этой волшебной стране, разумеется, есть ресторан Макдональдс. Зачем он нужен в мире, где все что угодно и так можно сожрать? Так он валяется. Впрочем, вопросами к устройству Макдональд-Лэнда лучше в целом не сдаваться, иначе быстро уткнетесь в то, что в этой вселенной, например, гамбургеры могут быть и растениями, и живыми существами. А едят ли гамбургеры животные, гамбургеры овощи, и снятся ли картошки фри, овцы, наггетсы? В общем, Макдональд-Лэнд оказался супер-успешной промо-компанией, и другие бренды быстро подхватили тренд. Уже вскоре появилось и королевство Бургер Кинг, и сети вроде Чак и Чиз, где... Нет, на самом деле... Блин, почему они такие уебищные москоты? Они такие страшные, ужас. Вот они насколько страшные, поэтому ФНАФ такой популярный, как страшилка. Ну тогда не было возможностей. Блин, это похоже на ФНАФа. Так они же туда и вдохновлялись, на самом деле, мне кажется. Да, нет, ну смотри, детство если было маленькое, а другого ничего не видела, там все спецовекты были кукольные. Представьте, говорят, страна, где все в бургерах, там пицца какое-нибудь, гамбургер. Но маркетинга строилась на узнаваемых образах персонажей. Забавно, что, как и в случае с гримасом, персонажи Чак и Чиз со временем переосмыслили в завязку для ужасов серии игр Five Nights at Freddy's. Американские бургеры! Но что же происходило в самом Макдональд-Лэнде? В основном разбой и криминал. Многие ранние рекламы строились по одной и той же схеме. Клоун Рональд Макдональд гуляет по своей волшебной стране с очередным ребенком. Дети, кстати, всегда почему-то разные. Что случилось с прошлыми, лучше не знать. Потом герой обнаруживает, что какой-нибудь злодей украл какую-то позицию из меню Макдональдса и с помощью смекалочки возвращают утраченный фастфуд. Собственно, гримас изначально и был представлен одним из таких злодеев. Его целью были Кока-Кола и, конечно, молочные коктейли. Выглядел он тогда немного иначе. У персонажа было четыре руки, чтобы держать побольше стаканчиков и куда более бешеная физиономия. Гримаса. Довольно говорящее имя. Причем полным именем была злобная гримаса. В одной из первых реклам со своим участием чудище крадет из Макдональдса все стаканчики. И теперь детям не есть чего пить коктейли и колу. Чтобы обмануть живущего в пещере злодея, Рональд переодевается в почтальона и приносит монстру письмо с приглашением на конкурс красоты. Обрадованный признанием гримас идет искать свой лучший купальный костюм, а клоун с детьми по типу выбирает стаканы назад. В конце взбудоражный гримас приходит в Макдональдс лишь, чтобы понять, что никакого конкурса нет, а его оставил в дураках человек с раскрашенным лицом. Видимо, именно после полученной психологической травмы гримас решает исправить поведение. В чуть более поздних роликах он из злодея превращается в добродушного простачка-здоровяка, который говорит забавным гнусавым голосом. Новый гримас сохранил любовь к прохладительным напиткам, но растерял интерес к криминалу и убрал из паспорта фамилию злобной. Теперь он ходит в зоопарк и изображается... Слушай, я вот помню наш Макдональдс, я вообще не знаю ни одного из этих москотов, я только помню клоуна, везде был клоунс, да, стоял как-то напечатанный и все. Даже каких-то других персонажей никогда и не показывали. А то и гуляет с Рональдом по горам заснеженной страны мороженого. Вместе со сменой характера гримас преобразился и внешне, стал более округлым и дружелюбным на вид, плюс где-то потерял две лишних руки. Косметические изменения, к слову, не столько креативное решение, сколько юридическое. Дело в том, что в 73-м году братья Сид и Марти Крофт подали в суд на Макдональдс за плагиат. Какая-то пизда большая с глазами. Именно их изначально наняли для создания Макдональд Лэнда, но когда Крофт уже закончили все подготовительные работы и почти были готовы сдать проект, соглашение отменили, лишь за тем, чтобы нагло стырить их наработки и скопировать персонажей из их вполне успешного шоу HR Puff & Stuff. После судебных разбирательств компания Макдональдс вынуждена была выплатить около миллиона долларов пострадавшим и изменить персонажей до той степени, чтобы... Так изменили, знаешь, как изменили? Руки убрали, две допол... Сколько там? Четыре дополнительные руки убрали. Такие, ну все, это совершенно другой персонаж, вообще узнать невозможно. Польше не попадать под закон об авторском праве. Некоторых героев и вовсе пришлось выселить из Макдональд Лэнда, но к ним мы еще вернемся. Гримас остался на месте и появлялся в рекламах о Макдональд Лэнде вплоть до самого конца этой долгоиграющей пиар-компании в начале 2000-х, пока многочисленных персонажей не заменили живой коробкой Хэппи Мила. Гримас успел пообщаться с будущим президентом Дональдом Трампом в одном из самых странных роликов бренда И даже обзавелся ролью в мультсериале «Странные приключения» Рональда Макдональда. Он выходил с 98 по 2003 год из-под пира легендарной студии Класски Чупа, автора «Фух уж этих деток», «Настоящих монстров» и «Дикой семейки Торнбери». За пять лет вышло всего шесть серий, достать которые можно было непосредственно в ресторанах Макдональдс на VHS-кассетах. Так вот, во втором эпизоде «Странных приключений» герои попадают на остров Гримасов. Оказывается, «Фиолетовый монстр» — представитель целой расы странноватых созданий с племенным строем жизни. В сериале, правда, не объясняют, что вообще за существа эти самые Гримасы, но зато у нас есть ответ от официального твиттера бренда, хотя, может, лучше бы его и не было. «Фиолетовый персонаж» — это персонификация вкусового сосочка. И на вашем языке живет примерно 10 тысяч таких Гримасов. Почему фиолетовый? Точно. Ну да, кстати, почему фиолетовый? Он же должен быть розовый. Потому что... Я знаю. Он оторван. И, типа, он умирает такой, как некроза у него начинается или что? Ну, типа... А я подумала, знаешь как почему? Типа, ты пьешь напиток какой-нибудь, допустим, с какой-нибудь там лесной ягодой, и она, типа, красит тебе язык, и он становится фиолетовый, и тогда, получается, Гримас, он же, типа, как лесные ягоды какие-то, наверное, налицетворяет или нет. Или он, в принципе, про Кока-Колу тоже, и поэтому фиолетовый нет. А что насчет остальных обитателей Макдон и Кленда? Среди злодеев оригинального состава также выделяется гамбурглер. Или хэмбургер-похититель, как его окрестили при регистрации торговой марки в СССР. Как несложно догадаться, этот чел похититель бургеров, отмотавший уже не один срок. Хотя максимальным наказанием для него была неделя без чизбургеров, да и даже такой приговор быстро отменили из-за излишней жестокости. Довольно легко отделался, учитывая, что в мире Макдональд-Лэнда кража гамбургеров это, по сути, похищение чьих-то детей. Гамбурглер того времени оказался слишком пугающим персонажем для маленьких зрителей, которые, к тому же, не считывали отсылочку на одинокого Рейнджера, и в 1985-м персонажа перезапустили. Костюм остался более-менее тем же, а вот жутко с ужасом с безобидным и помолодевшим круглым личиком. Из надоедливого вора он превратился, скорее, в непоседливого, но, в общем-то, неплохого паренька. Правда, бургер он все еще периодически крал. Большинство реклам с ним своеобразный слэпстик в духе немых комедий, где Рональд в ускоренной перемотке бегает за гамбургером по разным локациям. А в 2015-м его снова ненадолго перезапустили, но уже не в качестве персонажа куклы, а в образе подтянутого музыка в стильном пальто. Клиенты, впрочем, изменения не оценили и наводнили соцсети требованиями вернуть классического парнишку. Явно под влиянием от рекламной кампании в комедийном шоу СНЛ не так давно вышел скетч, где уже Гримас приобрел новый имидж, став фиолетовым трекачным тупиком эволюции. Ну, это же они типа, ну, как поржали, что типа, знаешь, он хотел такого плюмба-плюмба, а тут теперь все, фитнесом занялся. Еще один злодей Макдональд Лэнда, Капитан Круг или Плу, творчливый фанат Филео Фиш. Здесь авторы не совсем попали в демографию. Рыбный бургер в Маке всегда подразумевался блюдом для взрослых, и детей кража, не особо любимого имя Филео Фиш, не так и волновала. Так что чаще пират просто обитал где-то на фоне чужих историй, как... Подожди, подожди, а почему Филео Фиш это блюдо для взрослых? Типа, дети нельзя, они едят рыбу, только взрослые едят рыбу, и поэтому это не для детей? Или может, дети просто рыбу типа не любят? Он занялся Рональдом на корабле, и особенно ничего злодейского не делал, пока окончательно не исчез из рекламы за ненадобностью. Мы еще им покажем! Появлялся в Макдональд Лэнде инопланетянин по имени Космик. Я Рональд Лэнда. Компания на днях заявила, что этого персонажа тоже собираются возрождать, и даже открывать целую отдельную сеть инолошных ресторанов, эдакий спин-офф Макдака. Все это одновременно с заявлениями Конгресса США о наличии в руках военных реальных обломков инопланетных космических кораблей, и доказательств существования внеземной жизни. Видимо, Космик все это время находился в зоне 51. С самого основания в Макдональд Лэнде жили мэр Макчиз и офицер Биг Мак, представители закона в съедобном государстве. Но в 80-х оба попали под сокращение. Отчасти потому, что именно к этим двум персонажам были самые острые претензии у братьев Крофт, а отчасти потому, что к тому моменту закон в Макдональд Лэнде было защищать просто неотково. Все злодеи плюс-минус встали на путь добра. Как уже понятно, страна под флагом Макдональдса была наполнена самыми разными яркими образами с расчетом на привлечение юной аудитории. Они как-то все, да, очень сильно друг от друга выделяются. Была и рания пташка, символизирующая завтраки и буквально крошки картошки Фрай Кидз, и даже банда Хэппи Милла, которая то исполняла рэп-кор, то под надзором Рональда тренировалась прыгать в соусы, готовясь принять верную смерть. Убивать! 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 Но был у Макдональдс и маскот для взрослых. В конце 80-х компания представила персонажа по имени Мактунайт, стильного джазбуна с головой в виде луны. Он перепевал старые киты, меняя тексты на более кулинарные. Ка-бургер, чизбургер! Не, ну типа бургеры, понятно, а не бургеры. Типа курочка, видимо, она потом превращается в наггетс. Это все, к всему можно приебаться. Ну да. Любовь, блядь! Люблю в Макдональдсе! Позрать! Люблю в Макдональдсе! Позра-а-а-ать! Какое-то время в ресторанах Макдональдс даже можно было увидеть аниматронных тунайтов, играющих на пианино. С помощью этого персонажа компания пыталась привлечь взрослую аудиторию в свои предприятия, и это, надо сказать, сработало. Да, серьезно? В машинах Носкара и около 10 лет не уходил с экранов. Просто нас такой не показывали, понимаешь? А потом выяснилось, что Макдональдс не заплатили право обладателям оригинальных, исполняемых лунным чувачком композиций ни цента, и после судебного разбирательства с представителями Бобби Деррина песенка лунного чела оказалась спета. Сейчас о нем вспоминают разве что в ироничном ключе или с помощью мемов. Давай, эй, саламу алейкум. Сегодня маскотов Макдака в рекламе можно увидеть все реже. В нулевых компаниях, в принципе, немного пересмотрела свою максимальную стратегию. Потребители начали все больше обращать внимание на проблему детского ожирения и диабета, и многие винили в проблеме именно популярные сети быстрого питания. Цветастая реклама о том, как классно жить в холест... Нет, это вообще странная тема. Лучше бы родителей винили. Да, типа у детей как бы нет денег, а обычно их содержат родители, и получается, раз они кушают бургеры, даже не потому, что им бесплатно их раздают, а получается, их родители туда водят, и такие, виноваты фастфуды! Не потому, что вы туда привели своих детей поесть, а именно сами фастфуды, как знаешь, виноваты игры, виноваты мультики. Это как убийца, можно сказать, блядь, виновата оружие, что ли? Это не я, блядь. Да, а что вообще? Автомат изобрели, пистолет. Вообще оружие стрельнуло, не я. К изобретателю все вопросы, да. В патериновом раю бургеров и картошки больше не привлекало людей. Но, кто знает, может, новая акция вернет гримасу былую популярность, а следом подтянутся и его старые коллеги из Макдональд-ленда, даже если это будет совсем не та популярность, которой хотелось бы самой корпорации сети быстрого питания. Короче, вот такая получилась реакция. Спасибо, что за просмотр. Пока. Хм, неплохо, неплохо. Можно и лайк поставить. А давай еще это видео посмотрим? А может, лучше это? Сложный выбор.